Всем привет! Я знаю, вы ждете выпуска о пересадке голов и сращивании нервов. Нужно подождать еще немножко, он на подходе. А сегодня нас ждет не менее увлекательное приключение, в котором наш мозг будет фильтровать базар в прямом смысле слова. Мы с вами услышим невозможные звуки, которых на самом деле даже нет. Ну и лично увидим взаимосвязь между словами и формами. Простой, но при этом невероятно интересный выпуск о багах и фичах нашего мозга, в котором мы поговорим про аудиальные иллюзии и баги. Ну и в конце даже постараемся подвести итог, чего было больше багов или фич. В прошлом выпуске про визуальные иллюзии почти все экранное время ты смотрел на разные картинки, сравнил между собой кружочки и елочки и в общем активно разминал глаза. А теперь давай поработаем ушами. Дайте мне свои уши, я скажу! И для начала ответь мне на такой вопрос, что ты слышишь, Йенни? Лорал? Лорал? Или Лорал? 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 Удивительно, что примерно половина людей слышат Йенни, а вторая половина Лорал. Конечно, веселее смотреть этот выпуск с друзьями и ожесточенно спорить до драки о том, что на самом деле тут говорят. Данная иллюзия породила в свое время споров не меньше, чем синее-черное платье. На то, что конкретно ты услышишь, влияют сразу несколько факторов. Во-первых, качество звука того устройства, на котором ты смотришь этот выпуск. Во-вторых, возраст твоих ушей. Звуки в слове Йенни имеют более высокие частоты, чем звуки в слове Лорал, а юные уши приспособлены к высоким частотам лучше, чем взрослые. Феномен аудиозаписи в том, что она содержит в себе одновременно и слово Йенни, и слово Лорал. Но вот Йенни записано на высоких частотах, а Лорал на низких. За сотни тысяч лет эволюции твой мозг научился сам решать, что из этого шум, а что информация. И говорит, хозяин, работа выполнена, тут говорят Йенни, остальное фигня и место ей на свалке. Подобная фича была дана нам эволюцией для того, чтобы мы могли фильтровать громадные объемы входящих звуковых сигналов и выбирать из них крупицы полезной. К примеру, ты запросто можешь слышать собеседника и воспринимать исключительно его речь даже в шумном месте и в людской толпе, или даже на вечеринке. А вот попробуй спросить у Алисы на шумной вечеринке, сколько будет 150 плюс 150. Она не поймет. Алиса, скажи 300. Нет, не скажу. Мы с тобой можем попробовать перехитрить естественную нейросеть и получить один или другой вариант имени. Если частоту понизить, то, скорее всего, будешь слышать Йенни. 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 Ну а если повысить, то, возможно, услышишь Лорал. 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 Ну а если тебе никак не удается услышать другое звучание и усердно слышишь либо Йенни, либо Лорал, то попробуй послушать с другого устройства. Быть может, услышишь как нужно. Ну а если вообще никак не получается, то попробуй использовать вот такой алгоритм. Спустя некоторое время после просмотра, например, через час, когда твоему скажу, забыл, как расшифровывать аудиосигнал, зайди в описании к выпуску и кликни на тайминг, в котором сразу попадешь на облегченный вариант звучания. Да, кстати, а ты знал, что алгоритмы в современном значении придумал Алан Тьюринг, герой фильма «Игра в имитацию»? Но впервые был описан более тысячи лет назад персидским ученым Аль Хорезми. И зная правила построения алгоритмов, можно легко освоить вообще любой язык программирования. И у меня для тебя прекрасные новости, если ты хочешь окунуться в удивительный мир создания алгоритмов и не только. Курс Android-разработчик с нуля от SkillFactory. Это прекрасная возможность каждому из нас стать программистом вообще с самого нуля и познать искусство алгоритмизации. Курс на самом деле крутой, и мне, как бывшему преподавателю по информатике, он особенно понравился. Он полностью включает в себя фундаментальную базу и при этом на 80% состоит из практики. А помогать тебе будут менторы из числа действующих специалистов из крупных компаний. Ведь только у таких людей есть видение реальных проблем и действительно важных аспектов программирования. SkillFactory специализируется на технических профессиях, а значит знания по этим направлениям ты получишь чуть больше, чем полные. Во время обучения ты не просто научишься программировать. Ты пройдешь весь путь разработчика приложений на Android и выложишь два своих проекта на Play Market. Ну а по окончанию курса ты уже будешь начинающим специалистом с хорошим портфолио, средняя зарплата у которого сегодня порядка 150 тысяч рублей. В общем, если тебе надоела стагнация в офисе, а душа требует реализации творческого порыва, то обрати внимание на курс Android-разработчик с нуля от SkillFactory. Ну и еще получи скидку в 45%, а промокоду уже наступило. Ссылка в описании. Ну и для того, чтобы лучше понять, что происходит, и перед тем, как перейти к другим иллюзиям, давай разберемся, что вообще такое звук. Звук – это совокупность явлений, когда сперва где-то чего-то колеблется, потом колебания создают волны, ну и в конце концов эти волны залетают к тебе в ухо. Но в более узком значении часто называют звуком эти самые волны. Давай попробуем разобрать подробнее. Для эксперимента нам потребуется толя, молоток и бетонная стена. Толя будет бить молотком в стену, а мы с вами и все соседи слушать и восхищаться его умением создавать акустические волны. Во время удара стена немного смещается вот сюда. Там, где она была, теперь ничего нет, и значит в этой области у нас образовался вакуум. Ну или просто область пониженного давления. Давай для определенности нарисуем вот тут снизу график давления. Стена вернулась назад и даже немного дальше, образовав вот здесь область повышенного давления. И вот так она подрыгалась несколько раз. Эти дрыгания стены на научном языке называются колебания. Пока стена колеблется, она постоянно создает области повышенного и пониженного давления. А эти области, в свою очередь, приводят в движение атомы и молекулы воздуха вокруг, образуя упругие волны, которые долетают до твоих ушей. И вот здесь мы можем сделать два интересных вывода. Во-первых, очевидный вывод. Для того, чтобы звуки распространялись, требуется среда, в нашем случае воздух. Чем плотнее среда, тем лучше она передает звуковые волны. Например, если постучать камушками друг от друга под водой, то можно знатно офигеть. И, во-вторых, менее очевидный факт, а скорее закономерность. Чем чаще колеблется поверхность, тем выше получается звук. Если за одну секунду стенка успела сместиться сто раз туда и обратно, то получим низкий звук. Но если тысячу раз, то высокий. Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. То есть такие колебания, которые совершаются от 20 до 20 тысяч раз в секунду. Вот, кстати, послушай. Обычные киты поют свои песни на частоте от 10 до 39 Гц. А этот какой-то бракованный кит, который распевает свои песни на частоте 52 Гц. Его еще называют 52-герцовым или самым одиноким китом в мире. Никогда не видели, но слушают регулярно. Но даже на такой высокой для китов частоте, для нас это ультра-низкий звук. И чтобы ты мог его услышать, частоту воспроизведения повысили в 10 раз. В естественном звучании эта песня гораздо ниже самой низкой ноти на контрабасе, и твои динамики не смогут ее воспроизвести. Если колебания затухают достаточно быстро, то звук получается одиночным и резким, как удар молотком о стену. Ну а если колеблется долго, то и звук будет растянутым во времени. И тут первый вопрос, который сейчас кто-то обязательно задаст. Автор, постой-ка. Ну вот, например, гром. Молния бьет один раз быстро и резко. Но когда я достаточно далеко, то слышу раскатистый и долгий звук. Как же так? Что-то о нестыковке. Ну что же, а этот вопрос довольно интересный. На самом деле звуковая волна единичная. Просто пока она путешествует до ваших ушей, она идет разными путями. Часть прилетает сразу, а часть отражается и долетает попозже. А потому кажется, что звук растянут во времени. А теперь первый приятный бонус. У каждого из нас не два, а сразу шесть ушей. С каждой стороны головы у нас есть. Во-первых, наружное ухо. Это штука, на которой удобно носить маску, сережки и очки. А еще там можно ковыряться пальцем, пока никто не видит. Оно собирает в себя звуковые колебания и передает их на барабанную перепонку, которая начинает колебаться. Во-вторых, среднее ухо. Вот так глубоко пальцем уже не дотянутся. В нем расположены самые крошечные косточки нашего тела. Молодочек, наковальня и стремечка. И они по очереди начинают колебаться под воздействием барабанной перепонки. Ну и в-третьих, это внутреннее ухо. Гараж, в котором живет специально обученная электрическая улитка. Она принимает механические звуковые колебания от слуховых косточек, переваривает и выплевывает в виде электрических нервных импульсов в слуховой нерв, по которому, как по оптоволокну, информация затекает прямиком в мозг. Слуховая кора мозга анализирует все это и почти мгновенно перерабатывает в речь, музыку или любые другие доступные твоему сознанию звуки. Итак, на примере с Йеней Лорал мы узнали, что мозг может, во благо или не очень, отбрасывать часть звуков. Но вот интересно, может ли он добавлять несуществующие звуки? Конечно может. И сейчас невероятная плюшка для всех зрителей канала. Я дам тебе послушать звук, который невозможно услышать. Его буквально физически нельзя услышать, ибо такой звук лежит вне частоты, принимаемой ухом, и формируется прямиком у тебя в мозгу. Для этого нам потребуется одна звуковая волна частотой 500 Гц и вторая частотой 503 Гц. А теперь давай их сложим вместе. Чудесным образом мы с тобой услышали пульсацию с частотой около 3 Гц, а часть зрителей уехала с приступом билепсии. Если бы я попытался воспроизвести обычный звук с частотой 3 Гц, то никто ничего бы не услышал, попросту по физиологическим причинам. Поэтому используются два канала звука из диапазона слышимых частот. При этом разница частот на этих каналах должна равняться нужному нам ритму звука. В итоге, когда человек прослушает такую запись, у него в мозгу произойдет суперпозиция этих частот, то есть наложение их друг на друга, что будет субъективно ощущаться, как пульсация звука. Такая пульсация называется бинауральные ритмы и является ярким примером того, что если очень хочется, но нельзя, то можно, и даже закон о физике тебе не помеха. Да, кстати, помимо простой прикольной возможности услышать несуществующий звук, бинауральные ритмы могут изменять состояние человека, и это было доказано с помощью электроэнцефалограммы. Все мы хоть раз что-то там слышали про разные альфа, дельта или гамма волны, испускаемые нашим мозгом. Так вот, на самом деле мозги выпускают волны разной частоты. Например, спящий человек или медитирующий буддист на частоте 4-7 Гц. Когда ты смотришь 4-пробирочный выпуск у меня на канале, то пульсация частоты твоего мозга составляет от 13 до 30 Гц. Ну а 11-классник, сдающий ЕГЭ, разгоняет волны мозга аж до 40 Гц. Теоретически их даже можно услышать. Так вот, физиологически такие звуки очень сложно воспроизвести, а услышать практически невозможно. Вот тут и помогает методика бинауральных ритмов. Вы наверняка видели, как монахи водят палочкой по круглой чашке для того, чтобы успокоиться. Странно, но, пожалуй, идея совершенно не лишена смысла и действительно может настроить человека на нужную волну. Ну а сейчас мы погрузимся в глубины твоего подсознания еще сильнее. Внимательно посмотри на эти картинки. С их помощью один из отцов-основателей гештальтерапии, Вольфганн Кёллер, открыл интересный эффект, который мы с тобой сейчас попробуем повторить. Еще в 1929 году Кёллер поехал на остров Тенерифи и начал со страшной силой показывать эти картинки местному населению. Его интересовало, как мозг интерпретирует бессмысленные слова и как он обрабатывает случайный набор звуков. Кёллер демонстрировал две картинки, а потом спрашивал, какая из них называется Балуба, а какая Токета. А что ты думаешь? Можешь поставить ролик на паузу и написать в комментариях, а я потом подобью результаты и покажу, что получилось. Эксперимент Кёллера выдал интересный результат. Подавляющее большинство хуанов и хуанит немного подумали и назвали первую фигуру Токета, а вторую Балуба. То, что случилось один раз, не обязательно произойдет во второй, и поэтому через 70 с небольшим лет эксперимент решили повторить. Индийские и американские неврологи Вилея Нур Рамачадран и Эдвард Хаббард заменили Балубу на Бубу, а Токета на Кики и пошли приставать с этой картинкой к англо-индоговорящим студентам. 95% не успевших сбежать назвали острую картинку Кики, а круглую Буба. Более того, даже двухлетние дети, еще не научившиеся читать, сделали точно такой же выбор. Можно немного усложнить задачу? Смотри, я принес тебе новую картинку. Какой из этих кругов ты назовешь Рил, а какой Рал? Исследование Эдуарда Сепера показывает, что большинство людей соотносят Рил с маленьким кружком, а Рал с большим. На вопрос «почему?» все отвечают примерно одинаково. Ну как почему? Потому что большой это Рал, а маленький Рил. Что это все нам дает? Ну, во-первых, то, что случайности не случайны. Случайности не случайны. Название всяких штук на любом языке придумывается необыкак. Круглую фигуру большинство людей назовет Буба или Балуба, так как для того, чтобы произнести эти слова, необходимо округлить губы. Острая фигура скорее кики или токеты, потому что произнося эти слова, человек кривит и растягивает губы. Рама Чандран и Хабр связывают это с работой угловой извилины. По крайней мере, люди, у которых повреждена эта зона мозга, отказывались верить в круглость Бубы, а возможно, позже становились плоскоземельщиками. Ну и до изучения этого эффекта, возможно, позволит нам узнать больше об эволюции языка. А теперь пора сделать очередной финт ушами. Дело в том, что поступающую к нам информацию одного типа мы воспринимаем несколькими органами чувств разных типов. Одним из подтверждений этой теории является эффект МакГурка, открытый в 1976 году. Эксперимент МакГурка проводился следующим образом. Тебе, мне и Толе включают аудиозапись, в которой ритмично повторяется слог БА. БА, БА, БА. А затем добавляется соответствующий видеоряд. ПА, ПА, БА. Какой слог ты слышишь? Затем видеоряд меняется. Расслабься и посмотри на экран. Что ты слышишь? ПА, ПА, БА. ПА, БА, БА. Большинство людей во время эксперимента начинают слышать что-то вроде ВА или ПА, иногда АП или АБ. Это доказывает, что мы воспринимаем мультисенсорно как минимум речь, а может и другие раздражители тоже. В результате эксперимента становится понятно, что происходит, когда наши чувства конфликтуют. В мозг поступает противоречащая друг другу информация, он пытается разобраться, что происходит на самом деле и смешивает информацию в усредняющий коктейль. Но звук в аудиодорожке оставался неизменным на всей длине воспроизведения. ПА, ПА, БА. ПА, БА, БА. Понимаешь, твой мозг тебя обманывает. Вообще существует и такая штука, как синестезия, но, к сожалению, происходит она не у всех подряд, а у горски избранных людей. У них смешивание чувств настолько сильно, что они, например, видят символы разного цвета. И для них совершенно не составляет труда отыскать девятки среди кучи шестерок. Ну еще бы, ведь они для синестетиков разных цветов. Синестезия в крайних проявлениях показывает себя у совсем небольшого количества людей, но в ограниченном виде доступно нам всем, что мы только что увидели на примере с говорящим ртом. Так что возможно, что именно синестезия стоит за метафорами и искусством. А теперь подведем итоги выпуска. В каждом из нас усердно трудятся две системы сознание и подсознание. Подсознание обрабатывает всю какофонию входящих сигналов и подсовывает сознанию готовый и единственно правильный на его взгляд результат. И теперь я думаю, что каждому понятно, что этот результат не всегда верный и ушам верить нельзя. Ведь мозг подсознательно выкидывает часть входных сигналов, дабы облегчить сознанию жизнь и увеличить его производительность. С одной стороны это конечно плохо, но с другой позволяет нам не зависать и не уделять много времени ошибкам восприятия. В конце концов никто не запрещает переспрашивать. Синестезия это скорее фича насильно вшитая в нас эволюцией, а бинауральные ритмы могут быть как багом так и фичей в зависимости от цели использования. Но они точно являются придумкой человеков в ответ на эволюционно заложенные в нас мозговые волны. Субъективно решаю, что добро победило зло со счетом полтора к одному. Ну а на этом выпуск подошел к концу. Не забудь поставить лайк и написать комментарий. Они очень помогают развитию канала. Если не знаешь, что написать, напиши хоть что-нибудь. Всем добра и только истинного восприятия мира. Матерь Божья, и ведь работает. Как вам удалось? Значит, сплю я и вдруг слышу голос. Пойди поменяй частоту. Мы-то пробовали 15-20 мегагерц, но я пошел, включил установку и все получилось. Вот.